Памятную доску участнику обороны и освобождения Севастополя контр-адмиралу Михаилу Георгиевичу Соловьеву открыли на улице, названной в честь него. С 1939 по 1946 годы он командовал бригадой подводных лодок Черноморского флота. Во время Великой Отечественной войны черноморцы-подводники уничтожили более 240 транспортных судов и катеров противника и осложняли нацистам задачу подвоза топлива и боеприпасов из Румынии. К примеру, подводная лодка Л-4, его подчинение была, она по воспоминаниям ветеранов-подводников только в период 1941-1942 года 17 раз приходила в Севастополь, в тяжелейших условиях привозила бензин, боезапас, бензин это для самолетов, боезапас, значит, и вывозила, эвакуировала раненых 17 раз. То есть практически это была каждодневная изнурительная работа. В послевоенное время Михаил Георгиевич Соловьев работал в Ленинграде. Умер в 1968 году, успев на основе личных воспоминаний написать книгу о черноморцах-подводниках Великой Отечественной войны. Сейчас мемуарно-исторический очерк «Это было на Черном море» готовится к изданию Северной столицы. Он очень скромным человеком был всегда. И в последние годы он писал воспоминания, почерки о действиях лодок во время Великой Отечественной войны. И в общем, я больше запомнила, что он сидит и работает за письменным столом дома. Уековечить память участника обороны освобождения Севастополя удалось благодаря усилиям региональной организации ветеранов-подводников.